всем привет спала называется вытащили меня из сна сейчас стою жду должны привести наполнитель наконец-таки поэтому сейчас заберу и пойду домой вот и буду уже по работе звонить там работа нарисовалась обратно на которой я работала поэтому буду сейчас выяснять тут свои заботы хлопоты все привезли наконец-таки наполнитель я беру вот такой вот древесные не знаю что за фирма пошел просто такой вот пакет и просто пособно но наверное это гродненский наш сто процентов потому что очень дешевый вот ушли короче банщики я сейчас хочу пойти и нарезать яблоки чтобы их высушить там на решетке поэтому пойду сейчас посмотрю как там парилка сильно горячая не сильно но недавно ушли должна быть хорошо нагрета поэтому вот такие пироги сейчас пойдем и будем нарезать тогда яблоки полина еще спит значит ехать мне никуда сегодня не надо блин такой сон классный снила и не дали досмотреть кошмар все я уже нарезала яблоки вышла одна решетка такая знаете как за холодильником старым вот такая вот и этот самый и две полки от холодильника на металлические поэтому яблок принципе получилось много вот сейчас парилка там очень горячая поэтому наверное уже за вот этот раз уже практически наверно высохнут поэтому ждем еще одна буквально наверное баня и все можно будет яблоки уже собирать и зимой можно будет варить компоты я сижу смотрю телик а полина пошла на улицу играть сейчас пришла на кухню хочу налить кофе вот хорошо что кушать варить не надо есть мне нужно делать только вечером вот поэтому вот так вот отдыхаю завтра суббота вот воскресенье у дениса выходное в понедельник он снова там идет на работы поэтому хотя бы воскресенье никуда никто не разбежится все будут дома и кстати смотрела ходила что там яблоки наполовину высохли уже поэтому наверное до вечера сто процентов уже высохнут поэтому супер и так много довольно получилось поэтому на несколько раз буквально компот сварить вообще отлично да и яблок у нас очень много поэтому можно в принципе сушить и сушить вот и кушать так чисто вместо чипсов полезнее кстати ничего не рассказала вам по поводу 1 сентября линейки как таковой не будет отменили поэтому первые три класса 1 а 1 б 1 в они будут чисто для себя проводить линейку будет вот это вот построение поздравления и ничего больше все остальные классы запрещено короче проведение линейки только придут к нашим получается малыша там придет 11 класс и чисто поздравить и разойдутся все дальше у нас получается будут уроки 9 так 8 45 начинается и там до 9 они должны немножко посидеть там подождать вот эту всю канитель потом с 9 до 10 будут знакомства вот это вот с учителем туда-сюда хочу вот этой всей ерундистикой будут маяться потом с 10 до половины 11 будет линейка вот это вот как раз поздравление после чего будет три урока представьте три урока и детей нужно забрать короче 1 сентября заберем в 12 а обычно буду ходить забирать в 12.35 я уже со школы поэтому вот с 1 сентября прям уже сядут конкретно за парты будут заниматься вот нужно будет сдать по 30 рублей на тетради будут заниматься в тетрадях на печатной основе вот по поводу принадлежности не знаю пока не сказали где хранится они будут сказали либо каждый у себя дома и родители должны контролировать допустим там сегодня допустим рисование значит там краски фломастеры там или еще что-то там не хите если нет значит нет но в любом случае сказала будет предупреждать либо это все будет храниться там узнала по поводу портфель и портфель и не нужны есть для этого сумки такие что знаете тетрадку бросил и пошел вот но это сказали не столь это все важно потому что но в любом случае родители забирают допустим и могу себе в сумку положить эту тетрадку или боже мне нести тут 30 секунд поэтому вообще все равно в чем она там лежать будет вот единственное что спортивная форма будет храниться там на месте они будут там переодеваться переобуваться вот поэтому до 1 сентября лафа заканчивается сейчас он малая тут по улице бегает туда-сюда и все до первого числа там капец да сразу за парты и все вот в нашем классе кстати будет один ребенок с аутизмом вот там якобы качестве эксперимента можно так сказать вот этот ребеночек будет с учителем сидеть вместе и будет учиться с нашими детками дабы посмотреть вообще как проходит вот это вот все адаптации и прочее ну не знаю единственное что очень страшно за детей в том плане что они такие легкие вот на язык ну моя просто по магазину вот прошла все видела что у мальчика косые глазки и спрашивает а что у него с глазами мне так неудобно стало кошмар просто вот я боюсь что даже учительница это сказала говорю вы если что говорю хотя бы сами пресекайте если будете видеть какую-то трепетень просто но они маленькие не могут наговорить ерунды какой-то непонятной на вот хотя к примеру со своей стороны я тоже там постараюсь объяснить что ну нужно со всеми дружить и он такой же как и вы все поэтому ну все нормально но надеюсь все будет хорошо главное чтобы они там чисто не задевали вообще чувство этого мальчика потому что ну всяко бывает а людей тоже не этот самый не закроешь где-то ему тоже нужно развиваться ему нужно тоже расти поэтому ну с нами так с нами какая разница боже все мы люди поэтому ничего страшного мама там на собрании аж на плакала конечно так жалко я говорю все нормально говорю чего вы плачете говорю ребенок идет первый класс говорю радоваться надо видите говорю с руками с ногами все же хорошо так она хоть заулыбалась думаю масса идти ну кто виноват у каждого может быть всякая ситуация у кого-то здоровый ребенок у кого-то там тоже и здоровых родителей бывает и ребенок который болен ну что сделать никто же не предугадает эти все ситуации поэтому ничего страшного будем как-то учиться тем более сказали он не агрессивный все нормально с ним будет сидеть там какой-то типа психолога или как сказать ну короче человек который вот будет якобы индивидуально смотреть там за его психикой за его поведением ну поэтому ничего страшного переживем полина на продленку ходить не будет поэтому 1235 я ее уже должна буду забрать вот остальные дети там короче по шесть человек из класса набирали на продленку кто до шести кто до трех но там в основном многодетные семьи поэтому ну полины будет занятие в художественной школе с трех часов до пяти что-то такое поэтому мне нужно чисто будет ее забрать и отвезти а вот в другое немного помещение поэтому вот так вот ну что наконец таки сбылась моя мечта идиотки я варю кукурузу вчера было лень это делать поэтому я ее варю обалдеть мне ее нарвали короче вообще молоденькой молоденькой она такая классная сочно офигенская прям такая знаете как обычно берет типа молочная прям кукуруза вот она уже поменяла цвет осталось еще пару минуточек буквально и я ее буду есть сходила забрала яблоки вот это вот 5 литровая ведерко и половина как раз вот было целое ведро яблоко в итоге вот порезала и получились вот такие классные сушеные яблочки очень вкусные очень сладкие поэтому на зиму и на компоты и так чисто кушать вообще обалденно буду еще сушить у нас очень много яблок поэтому вот мы уже заценили очень сладенькие полина уже давным-давно спит и не вспомнил посуду и я сейчас когда делаю картошку тоже поэтому укладываться спать поэтому всем спасибо за просмотр и всем пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok